Десять российских БМП с личным составом и в сопровождении боевых вертолетов выехали из горя, не предупредив собственных командиров. Один из офицеров догнал колонну на полицейской машине и попытался остановить ее, однако безрезультатно. Подобная несогласованность разочарованному офицеру пришлась явно не по душе. Куда они поехали? По дороге прямо. Прямо куда? В Тбилиси? В направлении. Куда вот эта дорога? В Тбилиси? Дорога ведет в Тбилиси. В Москву поехали, наверное. Через Тбилиси? А дорога проходит через Тбилиси? Да. Тогда нет. Да-да, но Москва в другой стороне. А ну значит в Москву поехали. Но Москва в другой стороне. Ну географию особо не разбираешься. Между тем колонна двигалась к ГАЭТи в сопровождении представителей грузинской администрации. На одной из боевых машин красовался велосипед, как выяснилось, украденный российским солдатом в Гарийском районе. Колонна российских БМП проехала мост в ГАЭТи и остановилась. В нескольких сотнях метров впереди находится пост патрульной полиции Грузии. Четыре машины и несколько полицейских вооруженных пистолетами Макарова. Вскоре колонна заняла узловой перекресток рядом с машинами патрульной полиции. Четыре БМП выдвинули в сторону Ламисхана, чтобы проследить за дорогой через Ахалгори. Остальные остались наблюдать за центральной трассой и дорогой через Каспий. Оторванные от основных сил, российские солдаты старались вести себя дружелюбно. А их командир, Ингуш, в знак дружбы принял в подарок грузинский флаг от одного из журналистов. Человек говорит мне, что он Ингуш и не враг нам. Я ответил, что тоже не враг ему и в доказательство дружбы готов подарить ему грузинский флаг. Он принял этот подарок с удовольствием и сохранил его. В это время оккупанты лишились своего трофея. Проезжий гражданин забрал у них украденный велосипед, который солдаты сняли с БМП и спрятали подальше от глаз журналистов. Я жил в Волгограде. Я его случайно спросил, откуда ты парень. Он сказал, что с Волгограда. Я сказал, где ты живешь, а он живет поблизости, где я жил. У меня жена с Волгограда, русская она. А он взял нехорошую вещь очень такой. Велосипед спер с Гориского района. Около Королете они были остановлены и, наверное, оттуда и спер этот велосипед. И спрятал сейчас, когда увидишь журналистов, за этим ларком. Ну, я подошел и перепрятал дальше, чтобы он замучился искать. А когда он приедет в Волгоград, я его допросил, короче, ну как, попросил, чтобы он мне сказал, кого он знает, короче. Мы нашли общий знакомых. Теперь, когда он туда домой приедет, короче, я позвоню своих знакомых, короче. И с него сделают, короче, просто котлету. Патриотично настроенный гражданин этим не ограничился. Эксклюзивно для нашей съемочной группы он посвятил стих российскому руководству. Черновского вряд ли спасет квалификации. Твердит, что умрут проблемы, если исчезнет нация. Россия страна террора. А не галлюцинация президента, главный террорист Думы организации. Сказал небесный прокурор, вот приговор вам санкции, скоро ответит за это русская администрация. И ответит. Я от грузинской имени говорю, что ответит. Позже к первой колонии присоединились 7 БРДМ, Шилка, военный грузовик и медицинская машина. Они проехали в сторону Каспи, а солдаты ВГЭТи попытались укрепиться на позициях. Однако оставили эту затею по требованию полиции. Ночь российские военные провели под надзором грузинского спецназа, бойцы которого даже покормили голодных солдат. Больше никто об их пропитании не позаботился. Вместо этого приехавший на место комендант оккупированной зоны поднимал имидж российских войск рассказами о борьбе с мародерством. За сегодняшний день я отобрал 18 автоматов. 8 человек связанные лежат. Остальные пнут и назад, Южная Осетина. Это моя задача, я комендант зоны. Если он проверяет, если он подожег чей-то дом, мы его расстреляем. Вячеслав Борисов не знал об истории с велосипедом, а то для поддержания РНМ ему пришлось бы расправиться с собственным солдатом. Впрочем, оказалось, что российский генерал не знает даже того, кто его верховный главнокомандующий, отдавший приказ выдвинуться в ИГЭТи. Приказ нашего командующего, большого, взять всю зону безопасности, которая была нарисована на картах. А чей это приказ? Верховного главнокомандующего. У нас извозят. Ну я не такой большой начальник, кто из них приказ дал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.